Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 5 рецептов, которые можно приготовить из сладкого перца. В некоторых рецептах он выступает основным ингредиентом, в некоторых вспомогательных. Все рецепты очень вкусные и опробованы мной не раз. Желаю вам приятного просмотра и не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Мои многие из вас любят острые закуски или соусы. Если это так, тогда этот рецепт специально для вас. Ароматный чеснок, сочный болгарский перец и ядреный горький перчик, просто созданный друг для друга. Рецепт такой аджики очень простой и готовится в считанные минуты. В измельченной массе сохраняются все полезные витамины, так как эта закатка не требует тепловой обработки. Этим рецептом со мной поделилась моя тетя. Ссылку на ее канал я оставлю в описании под видео. Для того, чтобы такая аджика на зиму получилась вкусной, необходимо брать наиболее свежие овощи. Желательно использовать спелый, плотный перец красного цвета. Тогда готовый соус будет выглядеть очень аппетитно. При отсутствии именно такого продукта можно воспользоваться зеленым или желтым овощем. Тогда цвет аджики немного изменится, но на вкусовые качества это никак не повлияет. Для заготовки подойдут тостостенные сорта. Тогда соус получится не водянистый. Болгарские и острые перцы вымойте и обсушите бумажным полотенцем. У болгарского перца вырезаем семенную коробку. Мякоть нарезаем крупными ломтиками произвольной формы. Разрезаем острый перец пополам и удаляем все семена. Если вы предпочитаете очень жгучие соусы, можете их не удалять. Зубчики чеснока очистите от шелухи и ополосните их. Подготовленные овощи нужно измельчить на мясорубке. Сначала измельчаю часть сладкого перца. Затем в чашу мясорубки добавляю острый перец, чеснок и снова сладкий перец. Посмотрите, какая масса у меня получилась. Я измельчала через крупную решетку. Мне показались кусочки овощей великоваты. Поэтому я еще раз пропустила массу через мелкую решетку мясорубки. Вот такая консистенция мне нравится намного больше. К получившейся массе добавляем соль, сахар, столовый уксус. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы крупинки сахара и соли полностью растворились. Баночку нужно заранее тщательно вымыть и просушить. Перекладываем аджику в подготовленную емкость. Кстати, делюсь с вами лайфхаком из интернета. Чтобы не разливать соус, воспользуйтесь лейкой от мясорубки. Кстати, со специями можно немножко помудрить. Например, столовый уксус заменить яблочным или свежевыжатым лимонным соком. Возможно, вы внесете свою изюминку, добавляя свои любимые специи. Комментарии по этому поводу оставляйте под видео. Накрываем крышкой. Аджика по этому рецепту не варится. И хранить ее нужно только в холодильнике. Соус отлично подходит практически ко всем продуктам. Особенно к жареному мясу, шашлыку, рыбе, копченостям или просто к ломтику хрустящего хлеба. Подавайте на стол к своим любимым блюдам в отдельной посуде. Следите, чтобы ложка, которой вы будете доставать соус, была чистая и сухая. Тогда аджика будет долго стоять. До следующего лета, если вы, конечно, ее не съедите. Это очень вкусная закуска или полноценный гарнир в зимний период. Кстати, болгарский перец, маринованный по этому рецепту, можно готовить не только на зиму. Замаринованный и охлажденный он готов буквально на следующий день. Хотя, конечно, после того, как перчик постоит в маринаде до зимы, пропитается специями и маринадом, он станет еще вкуснее. Для приготовления нам понадобится болгарский перец, вода, масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, гвоздика, черный перец горошком, чеснок. Перцы получаются достаточно сладкие. Кто не любит сладкое, можете немного убавить количество сахара. Для домашнего консервирования выбирайте яркие плоды красного или желтого цвета. Только толстостенный перец, чтобы потом блюда были еще ярче и наряднее. Перец болгарский моем, отрезаем хвостики, очищаем от семечек и нарезаем на четвертинки. Перец желательно должен быть мясистым. Хвостики я не выбрасываю. Отрезаю остатки перца. Нарезаю их небольшим кубиком и замораживаю. Храню в пластиковых бутылках в морозилке. Если вам интересно, на следующей неделе выйдет видео заморозки на зиму. Чтобы не пропустить, нажимаем кнопку подписаться и колокольчик. Так вы получите уведомление о выходе нового видео. Начинаем готовить маринад. Для этого в воду добавляем растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и черный перец. Как только маринад закипит, добавляем перец. Я сахар добавила за кадром, так что не думайте, без сахара это блюдо совсем не то. Очень люблю с сахаром. Чеснок нарезаем слайсами и также добавляем в маринад. Доводим до кипения. Затем убавляем огонь и варим перец на среднем огне 5-6 минут. Если вы любите более мягкий, перец можно проварить на пару минут больше. Я люблю, чтобы он немного был с хрустинкой. Не забывайте периодически помешивать. Сначала будет казаться, что жидкости невероятно мало. Но перец, погруженный в горячий маринад, быстро выпускает собственный сок. Аккуратно раскладываем перец по стерилизованным банкам. Сильно утрамбовывать не нужно. Аккуратно раскладываем перец по стерилизованным банкам. Заливаем горячим маринадом до самого верха. Закрываем крышками. Крышки кипятим предварительно. Переворачиваем банки и укутываем теплым одеялом. Я добавляю в маринад не весь перец. Делю на 2-3 раза, в зависимости от количества. Когда закатала первую партию, закидываю в маринад следующую. Из 3 кг перца получается примерно 2 литра маринованного перца. На следующий день нашу очень вкусную и красивую заготовку прячем в погреб или кладовку. Не забываем, что консервацию нельзя ставить на солнце, вблизи батареи или на других нагревательных приборах. На вкус маринованный болгарский перец просто божественен. Ароматный, в меру острый и слегка сладковатый. А какой красивый, глаз не отведешь. Откроешь зимой баночку и пока ее не закончишь, не остановишься. Ну, очень вкусно! И самое примечательное, готовится маринованный перец без стерилизации. На готовку у меня ушло не более 25 минут. Друзья, обязательно попробуйте! Этот рецепт действительно стоит вашего внимания. По-другому готовить маринованный перец на зиму больше не захотите. Если вы любите фаршированный перец, но традиционный вариант порядком поднадоел, попробуйте вариант с булгуром. Блюдо вам точно понравится. Перец получается действительно очень необычным и вкусным. Стоит приготовить его хоть раз, и вы будете готовить еще не единожды. Это точно! Для приготовления нам понадобится перец, фарш, лук, морковь, булгур, помидор, либо томатная паста, лавровый лист, сметана, соль, перец, сахар. Булгур в этом блюде можно заменить на рис. Но я предпочитаю готовить именно с ним. Так как булгур не увеличивается в размере и не рвет перцы. И усваивается намного лучше, чем рис. Заливаем булгур водой в пропорции 1 к 3. Отвариваем на среднем огне до готовности. Как правило, на это уходит 15 минут. Но нужно, чтобы вся вода выкипела. Пока булгур варится, подготовим перец. Тщательно его моем, отрезаем плодоножку и вычищаем внутренность перцем от семян. На плодоножке можно обрезать остатки перца и заморозить их. Заготовки сладкого перца всегда пригодятся в хозяйстве. Лук мелко рубим. Я измельчаю с помощью блендера. Добавляем лук в фаршу. Солим, перчим по вкусу. Перемешиваем. Остывший булгур. Не забывайте, что булгур очень рассыпчатая крупа. Поэтому его нужно хорошо связать фаршем. Плотно фаршируем подготовленный перец с мясной начинкой. Выкладываем в посуду, в которой будет готовиться блюдо. Я сделала еще шарики из фарша, так как муж не любит перец. Они прекрасно будут держать форму в процессе готовки. Приготовим заливку. Нам понадобится лук, морковь, острый перец для аромата, помидор, либо томатная паста. Лук, морковь и острый перец обжариваем в небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета. Добавляем помидор, либо томатную пасту, разведенную 100 граммами воды. Соль, специи. Тушим 5 минут на медленном огне. В конце приготовления я добавляю столовую ложку сахара. Перемешиваем, тушим еще минутку и выключаем. Добавляем полученную зажарку к перцу. Заливаем горячей водой так, чтобы она покрывала все перчинки. И отправляем вариться на средний огонь. Когда содержимое кастрюли закипит, добавляем в лавровый лист перец горошком, сметану. Не забудьте посолить по вкусу и варить на среднем огне примерно 35 минут, пока перец станет мягким. Ароматные перцы готовы. Украшаем зеленью и подаем как самостоятельное блюдо. Булгур в этом блюде можно заменить на рис, но я предпочитаю готовить именно с ним. Наши перцы остаются красивыми и целыми, а еще полезными для фигуры. Очень советую попробовать приготовить по моему рецепту. Я уверена, вам понравится. Сегодня готовим салат, который выручит вас в любой ситуации и будет готов буквально за несколько минут. Внешне он похож на смесь всякой всячины, но не дайте себя обмануть. Копченая колбаса, сыр, помидоры и сладкий перец лучшие друзья. Ингредиенты прекрасно дополняют друг друга. Салат получается сочным, насыщенным и очень вкусным. Нам понадобится копченая колбаса, у меня ветчина, сыр, болгарский перец, помидоры, соленый огурец, зеленый лук, кукуруза, зелень, майонез. Салат можно нарезать по своему вкусу, дольками, кубиком, либо брусочками. Колбасу желательно брать копченую, у меня ветчина. Перед тщательно моем, отрезаем семенную коробку и нарезаем соломкой. Помидоры также тщательно моем, отрезаем хвостики и измельчаем. Маринованные огурцы – обязательный атрибут этого салата. Нарезаем соломкой. Отправляем все ингредиенты в отдельную миску. Твердый сыр я измельчаю на большой терке. Добавляем зелень. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Так как в салате есть ветчина, я его не солю. Такой салат можно подавать как повседневное блюдо, так и на праздничный стол. Быстрый, простой и недорогой. А главное вкусный и очень аппетитный. Особенно он придется по душе всем любителям болгарского перца. Казалось бы, обычный набор продуктов, но в сочетании с сыром и ветчиной получается превосходный вкус. Этот салат меня всегда выручает, когда времени на готовку совсем нету. А нужно приготовить что-то вкусное, сытное, ну и красивое. Сегодня мы приготовим фаршированный сладкий перец с капустой в маринаде. Это очень простая осенняя закуска, которую можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденной трапезе. Еще одним преимуществом этой закуски есть то, что ее можно консервировать на зиму. Делюсь с рецептом. Для приготовления нам понадобится сладкий перец, капуста, морковь, вода, сахар, соль, уксус, растительное масло, чеснок. Можно добавить красный перец по вкусу. Старайтесь выбирать максимально спелый мясистый красный перец небольшого размера. Срезаем у перца верхушку вместе с плодоножкой и удаляем семена. Тщательно промываем, чтобы не оставалось семян. Бланшируем перцы 3-5 минут. Пока перцы стынут, подготовим начинку. Мелко шинкуем капусту. Натираем морковь тонкой соломкой. Я использую терку для морковки по-корейски. Так она красивее смотрится в блюде. Смешиваем морковь и капусту. Очень важно капусту не мять. Просто перемешиваем и все. Плотно заполняем перцы подготовленной капустной начинкой. И укладываем в кастрюлю, в которой будем их мариновать. Солить и перчить не надо. Все специи и пряности блюду даст маринад. Кстати, давайте его приготовим. Чеснок мелко нарезаем с помощью ножа. Горький перец также мелко нарезаем. В воду, в которой бланшировался перец, добавляем сахар, соль, уксус, растительное масло. Все хорошо перемешиваем и доводим маринад до кипения. Теперь предложу вам два варианта. Первый, как можно заготовить такую закуску на зиму. В банку складываем фаршированные перцы. Каждый слой посыпаем мелкорубленным чесноком и зеленью. По желанию добавляем горький перец. Заливаем горячим рассолом и стерилизуем 15 минут. Если вы будете использовать бутыль, тогда стерилизовать нужно 25 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем теплым одеялом до полного остывания. Второй способ – закуска, которую собираетесь кушать в ближайшее время. В воду добавляем сахар, уксус, растительное масло, соль, измельченный чеснок, перец. По желанию можно добавить лавровый лист и перец горошком. Ставим на огонь, доводим до кипения. Заливаем перцы горячим рассолом. Стараемся, чтобы маринад попал в каждый перчик. Даем остыть и отправляем в прохладное место на одну неделю. Почему так долго? Я пробовала эту закуску через 3 дня. Вкусно! Но хочется, чтобы овощи были более промаринованы. Поэтому настоятельно рекомендую дать закуске настояться хотя бы 5 дней. Сочная, ароматная закуска из сладкого перца и капусты готова! Вкусно, оригинально и просто! У меня на канале есть целый плейлист заготовок на зиму. Приглашаю на просмотр. Думая, найдете для себя еще много вкусных рецептов. С вами была Нейля. Всем вкусных заготовок! С вами был Игорь Негода.